Тут всегда очень много людей. В будние дни здесь гуляют сотни, наверное, тысячи москвичей, гостей столицы. Ну а в выходные, конечно, сюда любят приходить еще больше людей. Я думаю, что это место потрясающее для прогулок именно в выходные дни, вечером, в субботу. Сейчас Кузнецкий мост это с виду обычная улица. По крайней мере и намека на мост или реку здесь нет. Но это на земле, а вот под землей есть и река, и самый настоящий каменный мост. В начале 19 века в этом месте еще протекала река Неглинка. Она и сейчас течет, правда уже закованная в трубу. Грандиозный мост, перекинувшийся через нее, за ненадобностью тоже засыпали. Если верить историкам, он и сейчас находится под землей, и еще в более-менее целом состоянии. Ходили разговоры даже о его восстановлении. Вопрос до сих пор остается открытым. Между прочим, не какой-нибудь там мостик зарыт, а протяженностью 120 метров и шириной в 12. Здесь очень много уличных кафешек. Столики стоят прямо под открытым небом. Здесь приятно, конечно, остановиться. Эта улица в этом плане чем-то мне напоминает что-то европейское. Только шире гораздо эта улица, чем улицы в Европе. Начиная с 18 века и до революции Кузнецкий мост был, так сказать, святилищем роскоши и моды. Магазины, книжные лавки, первые фотоателье, рестораны – модные и дорогие. Высший свет Москвы одевался, ел и гулял именно здесь. Когда-то здесь гуляли дворяне, писатели, а теперь хожу я. Традиции того Кузнецкого моста сохранились до сих пор. Правда, теперь улица не только для аристократов и богачей. Здесь гуляют все, что особенно приятно для меня, кроме торговых точек и ресторанов, появились и музыканты. Кузнецкий мост Кузнецкий мост – это моя самая любимая прогулочная улица в Москве. Я обожаю приходить сюда в выходные, потому что здесь жизнь просто кипит. Здесь очень много уличных музыкантов, но и это не просто какие-то не очень умелые музыканты. Это очень талантливые ребята, которые играют на классических инструментах, на необычных инструментах. И еще очень здорово здесь находиться, смотреть на эту старинную архитектуру, слушать классическую музыку или какие-то современные композиции. Это вызывает просто потрясающие эмоции. Просто нужно прийти сюда, послушать, погулять здесь, посидеть в какой-нибудь кафешке на улице. Я думаю, что никто не пожалеет о таком время педровождения. Субтитры создавал DimaTorzok Настоящий концерт под открытым небом, причем бесплатный. Те, кто желали, могли положить какие-то деньги, мы тоже это сделали. Я вообще всегда завидовала музыкантам, которые не просто умеют на чем-то играть. Я тоже умею играть на фортепиано, но я не могу вот так выйти, симпровизировать или что-то сыграть. А вот эти люди, они по-настоящему музыкальные, и они реально заряжают своей энергетикой вот нас. Просто уходить не хочется. Я вот сегодня гуляю здесь после работы, после того, как 8 часов на своей непростой работе пробыла, проработала. Сегодня было очень много дел, задач. Но, тем не менее, вот мне не хочется идти домой, не хочется уходить отсюда, потому что здесь очень круто. Здесь, ну, я здесь отдыхаю всегда. Как бы тяжело мне не было, какое бы не было настроение или усталость, вот здесь мне очень круто. Сюда можно прийти днем и остаться до поздней ночи. Светлое время суток посвятить прогулке или походу по магазинам, вечером послушать уличных музыкантов и посидеть в кафе. А продолжить развлекаться в барах и ночных клубах. Уже практически полночь, молодежь собирается возле ночных клубов. А я продолжаю гулять, потому что летом, мне кажется, надо как можно больше времени проводить на улице, как можно больше ходить ножками. Камергерский переулок – одно из самых старых мест Москвы. Каждый дом здесь памятник архитектуры, так пишут об этой улочке. В разное время здесь селились придворные чиновники, играли в карты писателей, поэты, жили композиторы и художники. Следующий за Кузнецким мостом Камергерский переулок – это тоже пешеходная улица. Здесь тоже прекрасная историческая архитектура, и здесь тоже можно гулять. Очень много ресторанов, кафе, кофеин, китайский ресторан, японский ресторан. В общем, все, что вы захотите, вы здесь найдете. Плюс здесь еще есть театры, сюда приходят музыканты, здесь они тоже выступают. В общем, здесь очень круто гулять, здесь можно гулять часами, хотя в целом по протяженности этот пешеходный участок Москвы, он не очень большой. Ну и, конечно, здесь за Красной площади рукой подать, до Арбаты рукой подать. Вообще, если погулять по Москве больше ножками, ни на метро, ни на автобусах, то она не кажется такой уж и большой. По крайней мере, исторический центр обойти вполне реально. Я люблю гулять и наблюдать. Вот эти пешеходные улицы, Кузнецкий мост и Камергерский переулок за день сильно меняются, но для меня остаются прекрасными. Мне нравится смотреть на лица радующихся людей, а здесь мало кто идет с работы домой. В основном все приходят отдохнуть, и эта атмосфера заряжает. Мы сделали два круга по Кузнецкому мосту и Камергерскому переулку на часах полночь, завтра на работу. Но я же зарядилась позитивом на своей любимой пешеходной улице, так что я думаю, что завтра будет все отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!